Раз, два, три. Привет всем, кто меня слышит. Меня зовут Майкер, и перед вами первый аудиокомментарий на русском языке к стратегии Warcraft 3 Frozen Throne, версия 1.12. Так, перед непосредственно комментом хочется рассказать вообще о идее создания подобных комментариев, оно вообще банально, позаимствовано с европейских сайтов и с корейских тоже. Там комментарии аудио очень популярны и очень распространены. Дело в том, что, как многим кажется, это наиболее эффективный способ изучения новых стратегий. Система простая. Значит, вы загружаете у себя на компьютере реплейку, которую я вместе с вами в реальном времени просматриваю и комментирую. Мы стараемся с вами смотреть все действия противников, оценить их и дать верную оценку, прокомментировать те или иные действия противников. Плюс многие известные игроки в своих демках не пугаются использовать разные фишки, которые надо просто заметить. Так, ну, говоря о первом аудиокомментарии, я, наверное, немного себе польстил. Мастер Трупов, отдельный привет тебе. Ты вне конкуренции, бесспорно, потому что мы здесь будем заниматься немножко другим. Здесь не будет того безграничного фана, который, ну, просто пронизывает все твои демки, все твои комментарии, вот, что ты уже не раз доказал и на ESVC, и на WCG. Здесь просто будут скучные, сухие, казалось бы, никому не нужные стратегии. Но, тем не менее, те же самые комментарии Тилермана, которые в сравнении с тем же самым нашим Мастером Трупов, ну, просто, ну, ни в какое сравнение даже не идет. Со своим корявым очень произношением английского, со своей ужасной артикуляцией и прочее, 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 его комментарии пользуются огромной популярностью. Видимо, дело просто не в этом. Мы занимаемся немножко другой вещью. Так, ну что ж, что бы еще сказать. Очень важна реакция, ваша реакция. Да, я уже вижу огромное количество комментов, типа, ну, известной группы людей, которые будут всеми известными и возможными способами пытаться залашить комментарии, и меня самого, скорее всего. Соль, отдельно тебе привет, извините наш. Вот, мне бы хотелось от других людей услышать то, что бы вы хотели, опять-таки, услышать в других следующих комментариях. Пожелания, предложения. Это самое главное. Поймите правильно, это первый комментарий, я просто не знаю, это чистое поле, нераспаханное поле, я не знаю, где мне брать опыт. Единственное, что можно почерпнуть, это вот из тех же самых западных сайтов, но они на английском языке, а какие-то они родные, надо еще учитывать наш богатый русский язык. Вот, в общем, ваше предложение и пожелание. Так, ну, давайте непосредственно перейдем к комментариям. Долго, достаточно долго выбирал ту демку, которую мы будем с вами комментировать. Остановился на знаменитом игроке Квази-ЦФ. Он больше известен под своими трехсимвольными Аками. Оф, Ой и О с точками с дефисами. Выбор не случайный. Этот игрок поистине является такой ходячей легендой, потому что играет очень стабильно. Он уже покорил US West, US East, это серверы батлнетовские, американские. Вот, сейчас перебрался на Европу. Заменит он тем, что статистика его просто впечатляет. 125 побед к одному поражению, ну, подобные. Очень-очень малый процент поражений. Вот, многие видят, ну, вот, такую причину его стабильной игры в использовании читерного героя-бестмастера, который якобы позволяет ему получить такое преимущество хорошее. Вот, но смею вас заверить, что это не так. Квази был известен еще в Роке. Своими хорошими статистическими данными. 170 на 5, 180 на 5. Это его, это его, Стас. Вот. Так, ну что ж. Демка называется EO, VSA Demon God. Игра происходит на Gnolwood. Демку вы должны были достать на том же сайте, где достали этот коммент. Это либо Cyberfight, либо Progader. Вот, я загружаю эту демку. И останавливаю игру на седьмой секунде. И через 5, 4 секунды, 3, 2, мы начнем. Одна. Поехали. Итак, самые что ни на есть противоположные респауны Gnolwood'а. На юге Undead, на севере Elf. У Undead стандартный билдодер. Сперва Crypt, потом Ziggurat. Затем Алтарь. Сразу же хочу сказать, что Undead будет использовать нестандартную тактику, по крайней мере на Европе мне такая не встречалась. Он будет штамповать после грейда быстрого каргули из двух криптов. Вторым героем выберет Жука, криптлорда, и потом будет Дредлорд. Потом я объясню, почему такая стратегия. Вот, Elf развивается классически. Он будет использовать Beastmaster в качестве героя, и поэтому Алтарь ранний ему совсем не нужен. Если вы используете нейтрального героя, Алтарь следует, ну, лучше всего, заказывать не раньше полудня. Ну, лучше всего, ровно в полдень. Дело в том, что герой нанимается, а не строится. То есть, ну, здесь Квази заказывает его в 15 минут 12-го, но можно было и позже это сделать. Лучше, чтобы виспы поработали время, ну, за которое строится Алтарь. Итак, здесь Квази будет штамповать Хантрес с одного барака. Для этого он поставит скоро Хантрес Холл и барак одновременно. Затем будет Мунвелл, как только накопится 40 лес. Они обмениваются любезностями. Бич, Нуб, Бич, вместо классического Good Luck, Have Fun. И все-таки. Так, Андет берет Беск Найта. Так, штампует 4 гульки, только для того, чтобы они добывали лес для грейда. И строит грейвьяр, достаточно ранний. Так, эльф делает разведочку против Часовой стрелки. Один висп идет к таверне. Так, ну, чем хороша связка эльфы, бестмастер и эльфы? Во-первых, до появления Хантрес, это наиболее универсальный юнит против Андеда. Они сильнее гули до появления Фрэнзи и способны сражаться в небольшом количестве против пауков, когда фокус фаер еще не очень сильный. А Хантресы... Бестмастер помогает дожить до Хантрес. Во-первых, может отбить при помощи Медведей Раш. Плюс он может спокойно, до появления первых боевых юнитов, что и демонстрирует сейчас Квази, идти спокойно качаться. Барак еще не достроился, а Квази чистит первых крипов. Если вы берете бестмастера, как только он появился в таверне, имеет смысл сразу же вызвать Медведя. Потому что, ну, здесь Квази практически дошел до точки криппинга и вызвал Медведя. Во-первых, кулдаун у Мишки будет меньше гораздо. Вы сможете вызвать второго Медведя гораздо раньше. Плюс регенерация маны. 20-30 маны в начале игры, это все-таки важно. Так, ну что, Медведя тоже крипится с одной гулькой и Деск Найтом на мелких крипах. Так, эльф обнаружил Андетта, но не посмотрел, что тот делает. Бестмастер пьет в колодце и идет на более сильных крип. К нему присоединяется одна Хантреска. Да, после первой же Хантрески он начинает делать грейд. Грейд главного здания. Так, ну, это наверняка тоже именно потому, что Бестмастер с Медведями позволяет отбиться от Андейдовского раша. Именно поэтому Андейд, наверное, и не рашит эльфов. Вот. И Квази безнаказанно делает грейд. Он чистит гнолов, сперва убивает пурджителя, у которого есть заклинание пурдж от медведей. Да, ему выпадает зелье омоложение, которое он сразу же продает. Многие кроки считают, что цена на зелье омоложение явно завышена, потому что из всех аналогичных артефактов имеет больше всего цену зелье омоложение при продаже и меньше всего юзается. Вот. Первая встреча произошла. Дескнайт один. Бестмастер с двумя Хантрами и Мишкой встретили Дескнайта без армии. И естественный вывод, который напрашивается, Андетт пошел в течь. Вывод логичный и в принципе верный. Да, он именно так и сделал. Он это почти доделал, сыграет. Вот. И верное решение принимает квази, он идет сразу же ставить экспанд. Дело в том, что Андетт, если... Да и любая раса, если идет в течь, течь наказывается экспандом. Просто нет у Андетта сил, чтобы его отбить. То есть эльф в эти вот три минуты, он сможет сдержать натиск Андетта, и вот за эти три минуты экспанд эльфийский окупится. И он начнет давать прибыль. Верная макростратегия выбрана. Так, ну Дескнайт вертится вокруг эльфа, рядом с его базой, пытается помешать качаться, но бестмастер уже достаточно далеко. Так, еще не дочистив крипов, квази ставит экспанд, чтобы не терять время. А у Андетта в это время на базе строятся гаргули из двух криптов, нон-стоп. Вот, пара гаргули уже вылетела. Андетт проверяет точки криппинга. Убеждается в том, что эльфа нигде нет. Эльф, сделав грейд, берет вторым героем нагу. Ну, видимо, выбор обусловлен тем, что у Андеттовских героев Дескнайт вторым героем просто априори берет ауру, что позволяет ему хит-н-дранить вообще без потерь. Даже быстрые хандрески не догоняют гулями с первой ауры. Вот. И Нага со своей стрелой контрит этот хит-н-дран. Каким образом, она халявит как минимум один юнит при отступлении. Так, эльф закатится в это древо ветров для талонов. Встречает еще раз Дескнайта. Стрелой его прогоняет, замораживает. Да. Вот. Квази гонит часть виспов на вторичку. В бараке все еще продолжает штабовать хандрес. Так, теперь несколько слов о стратегии Андетта. Андетт убеждается в том, что эльф, ну, постоянно находясь рядом с ним, идет в хандрес и строит горгули. Во-первых, хандресы не атакуют горгули, это известно. Плюс у хандреса нарморт, и горгули свои персовые атаки прекрасно тех же самых хандрес сносит. Но, так, шейд пошел. Андеттовский шейд пошел. И хочу сразу сказать, что вот эта вот, эта тень будет буквально по пятам преследовать эльфа, у которого на втором уже левеле есть дешевый очень скаут, который 70 секунд живет. Вот. Но, тем не менее, Квази, наверное, он просто этого не ожидает. Он не вызовет сокола, и все время шейд будет за ним ходить по пятам. Вернемся к горгулим. Значит, у эльфов большая часть юнитов носят тип брони анарморт. Единственное, кто контрит горгулий у эльфов, это лучники. Вот. Ну, замечательно просто. У лучников персовая атака, которая бьет анарморт горгуль. У горгулий персовая атака, которая нормальную броню штрафуется получником. Так, шейд бежит за эльфом, он дожидается, пока эльф начнет крепиться, и горгулий налетают. Налетают горгулий, вот первая встреча такая состоялась. Горгулий начинает фокусить на самые битые хантрески, делается импалинг вторым героям. Квази понимает, что ему здесь ничего не светит, и стреляющих только одна нагрин моментально телепортируется. Но все-таки Андетт успевает убить две хантрески, получить второй уровень. Так, ну и естественная реакция эльфа на масс горгулий у нас с лучники. Квази еще до телепортации, сразу, как увидел горгулий, начинает штамповать лучницу. Сразу же. Вот, но этот шаг как бы очень логичный, и Андетт, даже выбрав второго героя, он специально его выбрал с первым скиллом импалинг. Дело в том, что лучницы это самый мало-хитпойнтовый юнит из боевых вообще в игре. Ну, не считаем рабочих, там всяких овец и прочее. Вот, и на них, соответственно, хорошо действует заклинание массового поражения. Забегая вперед, хочу сказать, что Андетт третьим героем возьмет Дредлорда, тоже с поражающим заклинанием, Кириан Суарм, который тоже прекрасно будет сносить мало-хитпойнтовых лучников. То есть, стратегия, казалось бы, вот, минус горгулий, очень гармонично дополняется вторым и третьим героям. Вот, плюс импалинг сбивает фокус лучников. Он их стунет, вот, и лучники, которые фокусят на горгулях, они сбивают цель. Приходится им заново приказывать атаковать точечным. Итак, у Квази начинает оккупаться экспант. Там уже сидят пять виспов. С одного барака он штампует арчерок, делает грейт им на дальность. Закупил пару наемников с персовой атакой. Вот, напомню, что Андетт, ну, хотя Шейт Андетта бегает за эльфом по пятам, Андетт все еще не знает о том, что у эльфа есть вторая база. Вот, Андетт ставит второй экспант. Алкалиты уже бегут. Исследование завершено. Так. Наши воины вступили в бой. Вот, ну, Бестмастер очень верно, ну, точнее, Квази ЦФ, очень верно угадал то, что лучников собирается убивать массовыми заклинаниями, и сразу же купил свиток Хеллинга. Потом он пополнит еще свой инвентарь еще парочкой свиток Хеллинга. Именно они контрят массовые поражающие заклинания. Так, Андетт по-прежнему видит полностью эльфа, и сейчас решит подхалявить немножечко. У него лимит 50, у эльфа уже лимит 58, но большая часть армии на базе. Так, налетают Гаргули, они фокусят на импалинг, фокусят на Хантресах. Хантреса просто половина жизни улетела в момент. Залп, и все. Так, эльф ставит второй барак, уже поставил второй барак, из двух бараков штампует лучницу. У него 60 лимит, он не поставил колодцы. Сейчас не хватит у него еды. Так, Андетт построил, строит второстепенную базу, часть алкалитов там находится, и все время следует по пятам за эльфом. Делает Койл на лучницу, и отступает сразу же. Так, но здесь, конечно, не очень удачно. Одна Гаргулия контрится нагой. Колдовская стрелая, аура не позволяет Гаргулию отступать. Так, на одну Гаргулию навешан Ферри Файр. Теперь у эльфа будут постоянные данные о местоположении вражеской армии. Сейчас он, кажется, начнет нападать. Да. Сейчас эльф решит напасть. Так, Бистмастер провоцирует. Так, Гурии идут добывать лес в другую сторону. На Жука накладывается Лайсинг Щилд. Он делает импалинг. Сразу 8 юнитов подбрасывает воздух. Инвол, чтобы не помереть. И налетает Гаргулия. Гаргулия фокусят сначала на наги, потом на лучниках. И в результате отступает, 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 отступает. Андетт грейдит башни, понимает, что ему здесь без башенок не справиться. И делает телепорт. Телепорт в самой тылу базы. Так, эльф видит три грейджиные башни и моментально отступает. Если противник ушел в оборону и штурмовать его защиту, ну, чревато для собственного здоровья, лучше всего использовать ресурсы, которые он потратил на защиту, на построение второстепенной базы. Вот. Эльф сейчас отступит к магазину. И... Так, у эльфа накопилось порядка тысячи золотых. Да, он строит колодец, у него не хватает пищи. Лучники в очереди стоят. В бараках. Так, Квази покупает пару свитков. Он уже столкнулся с поражающими массовыми заклинаниями. Один свиток передает наге, чтобы читать быстрее. Кулдаун разный у разных героев. Вот. И он спокойно начинает крепиться рядом с базой андеда, просто видя то, что андед, ну, видя фейрифайром, что андед находится у себя на базе, никуда не выходит. Квази абсолютно спокойно крепится, получает уровень бестмастером и нагой. Вот. И вис по нему на главной базе идет ставить третью нычку. Он решил использовать преимущества. Те ресурсы, которые противник поставил на три базы башних духов. Так, андед увел своих героев из-под горгули, и Квази этого не заметил. Он видит общую армию на базе под фейрифайром, но не заметил, как герои незаметно ушли к Рипицам. Исследование. Так. Квази может... Крепица. Крепица. Тоже. Справа. Герои у него, соответственно, 4-3. Под завязку закуплены. Свитками. Сапогами скорости. Так, кстати, все сапоги скорости и перчатки скорости отдаются Наге, чтобы догонять противника и стрелять как можно быстрее замораживающие стрелы. Квази спрашивает. How do you expect to win? Как ты вообще собираешься выигрывать? Лол. Вот. Действительно, если противник заперся у себя на базе, единственное, на что он может рассчитывать, это на второстепенную нычку. Которая, кстати, уже у Андеда построилась и начинает себя купать. Он там строит башню духов. Грейдит. Квази это тоже понимает. У него строится третья нычка, но он понимает, что если у Андеда... Ну, если есть ему на что рассчитывать, то это на вторую нычку. Вот. И он направляется прямиком к ней. Демон говорит. Don't know luck. Не знаю, может быть удача. Так. У Квази лимит 74. У Андеда 62. Ну что ж, репка близится к концу. Сейчас будет генеральное сражение. Хочу немножко подвести вас к ней. У Андеда три героя. Как я уже говорил, второй крипт лорд, третий дредд лорд. Оба с поражающими заклинаниями. Андеда сейчас бежит закупать свитки лечения. Он не видит, что на его экспанд бежит толпа эльфов. Он как только увидел очень хорошую реакцию. Он увидел красную точку на второстепенном своем экспанде и сразу повернул туда. Вот недостаток. Он не успел купить свиток лечения для большого количества горгуль, малохитпойнтовых, как, впрочем, и для гуль, футменов и прочей мелкой живности. Свитки лечения очень важны. Очень важны и очень эффективны. Так, ну, контроль прост. Массовые поражающие заклинания. Точечно горгулями атакует Анарморт. Это Талона в первую очередь. Вот. Ну что, поехали. Значит, Керян Сварм, Импалинг. Так, Квази делает Форкет Лайсинг. Талоны на автокасте. Фэйри Файер. Лучники фокусно начинают атаковать горгуль. Читает свиток лечения, чтобы законтрить. Снова Импалинг. Снова Стун. Фокус сбивается. Опять Керян Сварм. Так, ну, здесь мы видим, что эльфа с пеной убивают. Несмотря на то, что лимит у эльфа больше на 15, большая часть армии либо находится в пути, либо строится на базе с трех бараков. Вот. Ну, Андеду сейчас бы не помешало подлечить своих горгулий. И вообще во время битвы не помешало бы. Эльф вызывает медведя и начинает убивать крип-лорда, которого очень мало жизни осталось. Так, получает пятый левел. И вызывает сокола. Третьего. Нага стреляет по горгулям. Сделал форкет-лайтинг. Сейчас вам поз. Дредлорд умрет. И за ним последует Деск Найт. Все. Это гуд гейм. Ну, надеюсь, вам понравился комментарий. Еще раз хочу попросить вас о том, чтобы вы что-нибудь посоветовали, порекомендовали. Я хочу услышать то, что вы хотите услышать в следующих комментах. Удачи. Играйте в Warcraft. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok